Ребята, всем доброго времени суток и сегодня я хочу поговорить про еще один интересный криптопроект под названием Escrow Protocol. Итак, что же из себя представляет данная платформа? Это финансирование SEO и краудфандинга с выпуском платежей на основе MildStore. Это если вкратце говорить про данный проект, но мы сейчас разберем его и чуть более детально. Итак, что же предлагает данная платформа? Они предлагают финансирование проекта с выплатой, которая контролируется инвестором. То есть это протокол условного депонирования, основанная на блокчейне платформа Web3 Oracle. Также они обеспечивают безопасность средств инвесторов с помощью проверенной временем практики депонирования средств. Также давайте расскажу более детально, в принципе, что же такое протокол Escrow. Так вот, благодаря интерфейсам блокчейна, гарантирующим прозрачность, они усиливают финансовую безопасность при управлении средствами DeFi, доставляя при этом смарт-контракты с обязательными соглашениями для инвестиционного процесса на нескольких уровнях управления. Также, более того, средства условного депонирования распределяются по протоколам Yield Farming, и это обеспечивает максимальное повышение стоимости за счет увеличения процентов ожиданий выплаты по будущим целям финансирования. Также важно понимать, что в то время как инвестированные средства ожидают высвобождения для следующих этапов финансирования проекта Startup, протокол условного депонирования фактически ставит средства на стейблкоины для протоколов получения прибыли до тех пор, пока не потребуется финансирование выплаты предыдущего совершения Milestone. И, естественно, что в течение одного года протокол генерирует 15-20% дополнительных средств, за которых 8% возвращены инвестору. Ну и далее видим распределение токенов, что на токартуру продажи уходит самая масса 75%, 2% на награды у нас будет уходить. То есть на баунти команда 10% получает, а также в резерв уходит у нас еще 1%. Ну и далее видим продажу токенов, видим, что есть разные раунды финансирования. Вот, естественно, что цена тоже в этих раундах будет меняться. Ну, это вполне очевидно и логично. Ну и также важно понимать, что ICO уже активна. Вот, и до 31 августа вы можете в нем поучаствовать. ICO закончится именно тогда. Вот, ну, эту табличку мы с вами уже видели, поэтому идем дальше. У нас тут дорожная карта. Ну, что важно? Важно, что проект уже, собственно, готов. У них уже есть свой токен, да, это все уже прошедшие этапы. Ну, а в дальнейшем они планируют, собственно, разработку продолжить данного проекта. Ну и, естественно, есть на различных биржах. Далее видим команду данного проекта. Команда довольно большая. Вот, тоже можете посчитать, знакомиться, узнать про этих людей более подробно. Вот, ну и консультанты тоже здесь, собственно говоря, представлены. Вот, поэтому интересно, интересная такая площадка, достаточно необычная. Также добавлю, конечно же, что у них есть соцсети, в частности, Телеграм прежде всего. Вот, ну и другие тоже, конечно же, присутствуют. Советую на них подписаться и узнавать все последние новости по проекту. Ну, а на этом у меня сегодня все. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.